Всем привет! Сегодня у нас обзор на объектив Fujifilm XF16-80F4. Универсальные зумы не самые интересные в мире объективы, потому что они, как правило, они могут быть очень светосильными, выдают по мнению многих скучную картинку и к тому же проигрывают фиксам по резкости. Но тем не менее практически все их используют именно из-за их универсальности. И вот этот объектив, который мы рассматриваем сегодня в плане универсальности, очень даже выделяется, хотя бы из-за своего диапазона фокусных. На широком конце у него 16 мм, на длинном 80 мм, что в полнокадровом эквиваленте дает нам примерно от 24 до 120 мм. То есть диапазон тут даже шире, чем на популярном полнокадровых систем объективе 24-105 мм. И все это при постоянной светосилии F4. Кстати, этот объектив достаточно новый, его выпустили только в 2019 году, и он же является еще и китовым, то есть продается в комплекте с камерами. Таким образом, у Fujifilm сейчас аж три китовых объектива на X-Mount. Это XC 15-45 мм, XF 18-55 мм и герой нашего сегодняшнего обзора. А какой плюс есть у объективов, которые продаются в комплекте с камерой? Правильно. То, что его всегда можно достаточно недорого купить на вторичке, потому что люди покупают их с камерами в комплекте, потом переходят на фиксы или более дорогие зумы какие-то и продают их. Благодаря этому 16-80 можно найти на Авито в районе 30 тысяч рублей. За эти деньги это будет раскитованный объектив, то есть из комплекта, без отдельной коробки, чека, гарантийника. Только объектив. Давайте немного пройдемся по характеристикам этого объектива. Первый момент, который, кстати, может оттолкнуть достаточно многих потенциальных пользователей, это его размеры и вес. А этот объектив достаточно большой и тяжелый. Размеры объектива в сложенном состоянии 7 на 9 см. Естественно, есть хобот, который выдвигается, увеличивая длину объектива до 13 см. Хобот, кстати, пластиковый, но вообще объектив сделан по большей части из металла, поэтому он достаточно увесистый, 440 грамм. Конечно, можно сказать, что полкило это вообще ни о чем, особенно по меркам полнокадровой оптики, но я постоянно вижу комментарии на тему того, что даже 18-55 для кого-то слишком большой и тяжелый, поэтому они отдают предпочтение 15-45 мм. Для таких людей, кто очень сильно ценит компактность, 16-80, естественно, будет казаться вообще огромным. По оптике тут 16 элементов в 12 группах, 3 асферических элемента и один низкодисперсный. Так как на длинном конце у него 80 мм, передний элемент достаточно большой, из-за чего резьба под фильтр тут аж 72 мм. Минимальная дистанция фокусировки составляет 35 см, что может и не тянет на полноценное макро, но все равно достаточно неплохо и уж точно лучше, чем у большинства светосильных фиксов. Вот примерно такие кадры можно получать при минимальной дистанции фокусировки. Приятный момент, в отличие от других китовых объективов, у 16-80 есть пыль и влагозащита, резиновый уплотнитель видно на байонете, а также вот на этой схемке можно увидеть, где они тут расположены. Как видите, 7 контуров уплотнения там есть, которые должны защищать ваш объектив, если вы любите снимать под дождем. Только надо иметь в виду, что далеко не все камеры, на которые его можно поставить, также обладают пыль и влагозащитой, что общую пыль и влагозащиту делает, естественно, неполноценной. Как я уже сказал, диафрагма у него постоянная, f4 на всем диапазоне фокусных, что тоже, безусловно, очень приятно. Но, конечно, f4 на кропнутой матрице, это не всегда достаточно для съемки в условиях недостаточного освещения, особенно если вам надо фотографировать. Те, кто снимает видео, уже, наверное, могли обрадоваться, что на объективе можно зуммироваться, а экспозиция при этом меняться не будет. Это, к сожалению, не совсем так. При зуммировании видно, что экспозиция немного скачет, но это не помешает вам, если вы будете снимать в формате «сняли кадр», «поменяли фокусное», «сняли еще один кадр». А вот для кадров с зумом этот объектив не подходит от слова «совсем», потому что на них будет заметно и скачки экспозиции, и то, что объектив вообще ни разу не профокальный, и автофокус камеры не успевают подстраиваться так быстро, а также ту жесть, которая творится в углах, когда вы зуммируете с 16 мм. Просто посмотрите, вот здесь где-то в диапазоне с 16 до 18 мм это происходит. Конечно, в конечном видео такие вещи видеть вообще не хочется. Из позитивных вещей. Дыхания фокуса практически нет, так что при кадров с переводом фокуса все будет выглядеть хорошо. Традиционно для XF линейки здесь есть только кольцо диафрагмы, оно тут маркированное и двигается с небольшими кликами, ступенчато. Вращается оно достаточно туго, что на мой взгляд плюс, потому что у вас не получится его случайно задеть рукой и сбить настройку. Кстати, вот это R в названии, это именно обозначение наличия кольца регулировки диафрагмы у объективов Fujifilm. Есть здесь и оптический стабилизатор, причем производитель заявляет аж до 6 стопов стабилизации. По моим ощущениям стабилизатор реально очень хорошо цепляет картинку в статике, что очень круто для фото и для статичных планов. Вот, например, что получается при съемке с рук на 80 мм без стабилизатора. А теперь с включенным стабилизатором. Кстати, как раз с включением-выключением стабилизатора тут все не так круто, потому что отдельный переключатель они почему-то решили на объективе не делать, поэтому приходится лезть в меню и переключать там. Ну и второй момент, если при съемке статики стабилизатор показывает себя очень хорошо, то при проводках его цепкость наоборот добавляет проблем. Стабилизатор до последнего пытается удержать изображение статично, а потом резко соскакивает, что приводит к дерганому изображению, дерганому движению картинки. У некоторых объективов Sony, линейки G-Master и Canon L-серии, насколько я знаю, есть второй режим работы стабилизатора, который как раз для проводок сделан. Здесь вот этого, конечно, не хватает. При этом для фото стабилизатор, конечно, крут. У меня получилось сделать резкие кадры на 80 мм при выдержке 1,40. Давайте теперь поговорим про резкость. Я, как вы знаете, больше все-таки снимаю видео, чем фотографирую, а видео, по моим ощущениям, требования к резкости не такие большие, потому что в движении границы объекта все равно естественным образом немного размываются. В общем, к чему это я? А к тому, что, на мой взгляд, с резкостью 16-80 все в полном порядке, начиная с F4. Чтобы не верить мне на слово, давайте, как обычно, посмотрим все это на примерах, как на фото, так и на видео. Сейчас можете посмотреть примеры на 35 мм. Изначально достаточно резкое изображение становится еще немного резче, когда вы диафрагму подзакрываете и на 80 мм. По работе автофокуса тут тоже все достаточно стабильно, если, как я уже говорил раньше, не менять фокусное по ходу съемки видео. Для фото все вообще замечательно. Если честно говоря, я не встречал еще объектива на Fuji, который не справлялся хорошо с фокусировкой при фотосъемке. Хотя тут, конечно, можно сказать, что я фотографирую слишком лояльных для камеры и объектива условиях. Обычно это портреты плюс какой-нибудь стрит. Спорт, гонки там, не фотографирую. В видео тоже автофокус вполне себе хорошо работает. Тут нет таких проблем, как, например, были у XC35 мм F2, потому что все-таки 1680 это гораздо более новый объектив, который вышел уже после того, как Fuji всерьез начали ориентироваться на видеосъемку тоже. Поэтому здесь все больше будет зависеть от вашей камеры, с которой вы будете использовать. С X-T3 все хорошо, никаких серьезных косяков по сравнению с другой оптикой. Но и ничего сверхъестественного, потому что автофокус камеры далеко не идеален. Последними камерами, у которых уже стоит процессор пятого поколения, обеспечивающий гораздо большую скорость автофокусировки, все будет намного лучше. Это, если кто не знает, такие камеры, как X-H2S, X-T5 и X-S20. Благодаря наличию длинного конца аж 80 мм объектив подходит и для портретной съемки, поэтому кого-то может заинтересовать, что у него с боке. С боке тут все хорошо, если, конечно, помнишь, что F4 это все-таки F4. Тем не менее, отделить объект от фона с данным стеклом у вас получится. Вообще, в рамках подготовки этого обзора я практически месяц не снимал этот объектив с камеры, брал его как просто на прогулки, так и на работу. Кстати, несколько видео для YouTube тоже на него снял. Я как-то достаточно спокойно отношусь к размерам, мне не принципиально, чтобы все было суперкомпактное, поэтому размеры и вес этого объектива меня не пугали изначально. И мое мнение не поменялось и сейчас. А вот в плане фокусных мне понравилась универсальность, которую дает этот объектив, особенно возможность зуммироваться аж до 80 мм, чтобы получить более крупный план, чем это позволяет тот же 18-55. У меня вообще больше тяга к длинным фокусным расстояниям, поэтому большую часть времени я снимал на него именно в диапазоне где-то от 35 до 80 мм. Эта самая универсальность по фокусным делает этот объектив хорошим вариантом для репортажки, когда условия и происходящее событие постоянно меняются, и вам приходится быстро подстраиваться под них. Снимаешь ты, условно говоря, концерт. На 16 мм берешь план, который захватывает всю сцену, потом, бам, переходишь на 80 и берешь крупный план лица какого-нибудь исполнителя. Также такой диапазон фокусных делает объектив интересным вариантом и для путешествий. Но опять же, если тебя не пугают его размеры и вес. Если так вот вдуматься, сколько фиксов один этот объектив условно заменяет. Тут и 16, и 23, и 35, и 50, и 80. 5 объективов в одном. Почему условно? Ну, тут все-таки выходит на передний план диафрагма f4, тогда как у большинства фиксов это обычно f2 и больше. И вот именно эта диафрагма f4 его универсальность ограничивает, потому что в условиях недостаточного освещения придется, конечно, задирать ISO. С видео еще все более-менее, потому что выдержка обычно в районе 1,5, а вот с фото не все так весело. Стабилизатор, конечно, помогает, но он помогает только от тряски самой камеры. Даже медленно двигающийся объект на 1,5 секунды без смазов вы не снимете. Поэтому этот объектив больше подходит для съемки днем, съемки в студиях или в каких-нибудь хорошо освещенных помещениях. В общем, объектив этот я бы назвал очень полезным, именно если ты ищешь универсальный зум, который закроет много фокусных расстояний и при этом не хочешь отдавать за него целое состояние. 30-35 тысяч рублей вполне адекватная сумма за такой объектив. Ну, на мой взгляд, опять же. А на этом у меня все. Пишите в комментариях, что вы думаете про этот объектив. Если пользовались, тем более пишите про свое опытовое использование. В ближайшее время выйдет также сравнение его с 18-55. Если оно уже вышло, то можете найти его вот здесь и по ссылке в описании. А пока можете посмотреть обзор на 18-55 миллиметров. Он будет вот здесь. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.